Баланс комфорта и безопасности посторонние шумы не должны помешать школьникам сосредоточиться на ЕГЭ. При этом помещение необходимо регулярно дезинфицировать. Даже теоретическую возможность заразиться коронавирусом нужно исключить. В Одинцовском лицее номер 6 готовить пункт сдачи экзаменов начали еще месяц назад. Все продумано до мелочей, начиная от рассадки обучающихся на расстоянии полутора метров до разметки, термометрии, кабинеты для оказания первой медицинской помощи. Трудностей никаких не было, все шло в плановом порядке. Больше аудиторий и срок сдачи ЕГЭ продлен. Это вынужденные меры безопасности. Если раньше в одном помещении размещали по 15 выпускников, то в этом году по 8. Что у нас с педагогами тестирования? Обязательно всем правильным тестированием. Если кто-то выгоняет подозрение, дает положительный результат, сразу на замену. 3 июля в округе откроются 14 пунктов проведения экзаменов. Больше всего 9 в Одинцово. Итоговую проверку знаний пройдут свыше 2000 11-ти классников. Это те, кто планирует поступать в ВУЗы. Мы должны жестко и четко следовать требованиям и Роспотребнадзора, и то, что мы уже сами понимаем по борьбе с коронавирусом, по профилактике, недопущению возможного каких-то заражений. Но и не передавить палку, чтобы дети не оказались загнанными здесь в этом классе в угол. Это, конечно, будет им мешать сдавать экзамен. Комфорт мы все-таки тоже ставим как первоочередную задачу. В этом году пункты проведения экзаменов проходят проверку не только Рособранадзора, но и Роспотребнадзора. К слову, она уже позади. Результаты положительные. Можно приступать к главной части – сдачи ЕГЭ. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Отенцова».